21.00 в Украине. Всем добрый вечер. Время обзор важных событий сегодняшнего дня. И в программе «Наше время» речь пойдет о таких событиях. ВСУ возглавил генерал-полковник Александр Сырский. К руководству вооруженными силами приступает новая команда. Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Российский бизнес жалуется на проблемы с зарубежными платежами. Действия санкций или технические проблемы. Кадровый голод в России. Дефицит ученых и инженеров. Как Кремль пытается остановить утечку мозгов. Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон записал интервью с Путиным в Москве. Чем известен Карлсон и почему его так любят в Кремле. Очевидно, что проведение такого интервью связано с определенными рисками. Президент Украины встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Они обсудили вопрос обновления вооруженных сил. Владимир Зеленский поблагодарил Залужного за два года работы и предложил ему и в дальнейшем быть в команде. В своем вечернем обращении президент заявил, что с сегодняшнего дня к руководству вооруженными силами Украины приступает новая команда. Главнокомандующим ВСУ станет генерал-полковник Александр Сырский. Далее прямая речь главы государства. Этот год должен стать временем Украины. Временем, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинское государство, украинская армия способны побеждать. Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе. И благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. В срочных изменениях. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие. Сегодня я принял решение об обновлении руководства вооруженными силами Украины. С сегодняшнего дня к руководству вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооруженными силами Украины. Решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ связано с необходимостью пересмотреть тактику действий на фронте. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая главнокомандующего. Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году. Не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, Телеграм. Еще 100 украинцев вернулись домой из российского плена. Среди них нацгвардейцы, пограничники и другие военные. Большинство это защитники Мариуполя. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил команду, которая занимается обменами пленных, и добавил, что работа над возвращением каждого украинца продолжается. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении. С командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После чего они вместе спланировали сценарий недопущения продвижения российских оккупантов. Ну и все подробности о происходящем на фронте мы расскажем сейчас в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 52 боевых столкновения произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Авдеевку, Ласточкина, Красногоровку, Донецкой области. На Авдеевском направлении бойцы сухопутных войск поразили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» с экипажем. А в целом за прошедшие сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 34 единицы техники россиян. Также нейтрализовали и подбили 178 БПЛА разных типов. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. Российские оккупанты пытаются вернуть потерянные позиции, но ВСУ продолжает наносить им огневое поражение. В свою очередь противник готовится к новым попыткам захвата этой территории. Видим, что те резервы, которые он подтянул, готовятся к определенным действиям. Определенные действия – это будут как раз штурмовые атаки, дабы выполнить главную задачу для россиян – выбить наше подразделение с левого берега, заставить их уйти на правый берег, то есть обладать полностью теми плацдармами, которые вот уже несколько месяцев с осени прошлого года находятся под нашим контролем. При этом россияне экономят бронетехнику, вместо этого идут на мясные штормы, сообщает спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, для российской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области действует командирская эмбарго на бронетехнику. Кроме этого, захватчики сталкиваются с логистическими трудностями на этом направлении. Трасса Олежки-Новая Кахолка, она простреливается нашими подразделениями, уничтожается вражеская боевая техника, поэтому сегодня мы говорим о том, что интенсивность штурма немножечко снизилась, и враг уменьшил количество использования боевой техники, потому что активно работает наша артиллерия, активно работают ПВ-дроны. Тем временем партизаны движение «Атэш» зафиксировали в Новороссийске корабли, из которых армия РФ обстреливает Украину. В частности, агенты движения зафиксировали суда, из которых были запущены ракеты «Калибр» во время обстрела Украины 7 февраля. Корабли находятся в составе 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота РФ. Они были переброшены из Севастополя в Новороссийск после успешных ударов сил обороны Украины. Однако они продолжают задействоваться в преступных нападениях на мирные города. Из сообщения партизанского движения «Атэш». Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составили 392 380 военных. За сутки были ликвидированы еще 910 российских оккупантов. За минувшие сутки силы обороны уничтожили 11 танков, 20 боевых бронемашин, 24 артиллерийские системы и одну систему ПВО. Также был сбит один российский вертолет, 14 беспилотников и 31 крылатая ракета. Кроме этого, украинские военные уничтожили 35 единиц автомобильной и специальной техники, а также цистерн с топливом. Сенат Соединенных Штатов принял решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. За рассмотрение по сокращенной процедуре пакета, предусматривающего в общей сложности 95 миллиардов долларов поддержки для ключевых союзников Соединенных Штатов, проголосовали необходимые 60 сенаторов. В частности, согласно законопроекту, 61 миллиард долларов должен быть направлен Украине. Далее законопроект должен также быть одобрен голосами минимум 60 членов Сената после дебатов. Вероятно, это голосование состоится уже в конце февраля. Руководитель Офиса Президента Украины назвал голосование историческим и поблагодарил сенаторов. Историческое голосование. Глубоко признателен Сенату за решительность в защите наших ценностей и независимости. Это важный шаг в укреплении нашей совместной борьбы за мир и свободу. Убежден, что вместе мы способны к большим свершениям. Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины. В Телеграм. Украина начала переговоры с Данией о заключении двустороннего соглашения, которое будет предусматривать гарантии безопасности для Киева. Об этом сообщили в Офисе Президента Зеленского и уточнили, что стороны уже обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств и согласовали график дальнейших переговоров. Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она оказывает нашей стране с начала российской агрессии. И сообщение на сайте Офиса Президента Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц в начале своей поездки в Вашингтон призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах оказать большую поддержку Украине. Он добавил, что собирается поговорить с американским президентом Джо Байденом. А ключевой вопрос сейчас заключается в том, как Европа, а также Соединенные Штаты могут консолидировать поддержку Украины. Сейчас тот момент, когда мы должны сделать то, что необходимо на данный момент. А именно дать Украине возможность защитить себя и в то же время послать очень четкий сигнал российскому президенту. Сигнал о том, что он не может рассчитывать на ослабление нашей поддержки. Она продлится достаточно долго и будет достаточно большой. Мы должны найти способ, чтобы сделать больше вместе. Германия внесла очень большой вклад, приняв решение по бюджету на 2024 год и обязательства, которые мы взяли на себя на ближайшие годы. Но одного этого будет недостаточно, если не будет достаточной поддержки повсюду. Из украинского порта впервые в этом году вышло судно с гуманитарной пшеницей. Балкер Скайгейт доставил 25 тысяч тонн зерна в Нигерию. Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, украинский морской коридор сегодня является основным путем экспорта продукции украинских аграриев. Это значимо не только для экономического восстановления Украины, но и для поддержания продовольственной безопасности мира. За полгода из портов Большой Одессы экспортировано более 15 миллионов тонн украинских зерновых грузов. И мы возобновляем поставки гуманитарной пшеницы в рамках программы «Gain from Ukraine» для стран, оказавшихся на грани голода. Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины. Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную операцию. На этот раз им удалось атаковать программу управления дронами, которую использует армия Российской Федерации. Как объясняют в ГУР, россияне устанавливали эти системы, чтобы перепрошить свои беспилотники для ведения боевых действий. Сейчас российские оккупанты пытаются решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления. По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР, серверы перестали работать. Поэтому все программное обеспечение распознается как чужое и отказывает россиянам в доступе. Без доступа к серверам, а следовательно к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно. Из сообщения ГУР Министерства обороны Украины в Телеграм. Ранее группа хакеров Prana Network сломала почтовые серверы иранской компании и обнародовала данные о производстве ударных дронов Шахет-136 для России. Они получили доступ, в частности, к данным о стоимости беспилотников. Кремль закупает у Ирана шахеды по цене 193 тысячи долларов за штуку. А сколько обходится российским налогоплательщикам оплата войны России против Украины, далее расскажем в сюжете. Ударные дроны по цене бронетехники. Хакеры взломали сервера компании, которая продает России иранские беспилотники Шахет. Так рухнуло сразу две легенды. Иран не продает России БПЛА и Шахеды это дешевое оружие. Далеко не такая радужная цена для вот этих аппаратов, как мы себе представляли. И в информационном поле вот эта цифра называлась, что где-то порядка 40-60 тысяч долларов может стоить. Цена оказалась кратно выше. Озвученный прайс Кремлю в начале переговоров был практически 300 тысяч долларов за один беспилотник. Вероятно, первые штучные экземпляры для проверки их на деле закупались именно по этой цене. Когда же в РФ решили массово закупить Шахеды, стоимость снизили. При заказе 6 тысяч единиц один беспилотник обходится в 193 тысячи долларов. Партии по 2 тысячи в Иране, видимо, не посчитали оптом и оставили стартовые 290 тысяч за единицу. Скорее всего, было согласовано о том, что будет передан комплект 6 тысяч беспилотников и организовано производство. И там также фигурует цифра, что после этого планируют выйти на уровень производства в 10 тысяч аппаратов в год. Так в какую же сумму это обойдется обычным россиянам? Ведь деньги на этот террор тратятся исключительно из бюджета. На данный момент где-то государственным террористам использовано порядка 3800 беспилотников типа Шахед. При учете оптовой цены Россия уже потратила на удары по Украине иранскими дронами более 730 миллионов долларов. А это свыше 66 миллиардов рублей. При этом, согласно контракту, в 6000 изделий третья часть еще будет оплачена и закуплена. То есть из кармана россиян планируют вынуть еще более 30 миллиардов. Из обнародованных файлов следует, что, открыв производство у себя, в Кремле рассчитывают на себестоимость одного дрона в 48800 долларов. Однако продавать заказчику, то есть армии, его будут втрое дороже. По 165 с половиной тысяч долларов. Ну что же, хочется верить, что традиции брать откаты в размере двойной цены в России никуда не денутся. Так и оружие меньше произведут, и экономики помогут просесть еще глубже. Тем временем Россия продолжает жаловаться на кадровый голод. Около двух с половиной тысяч российских ученых уехали из Федерации с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подсчитали журналисты издания «Новая газета Европа». Ученые, в том числе с мировым именем, покинули страну из-за антивоенной позиции. Давление властей, прямых угроз со стороны силовиков и невозможности заниматься наукой. Дефицит научных и инженерных кадров признал даже секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Раньше он требовал прекратить утечку мозгов из России. Тему продолжим далее в сюжете. Российские власти уже не могут скрывать провалы в импортозамещении. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев пожаловался, что российские компании не спешат покупать отечественные технологии и оборудование. Заодно осознался в дефиците ученых. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта. Препятствием достижения технологической независимости остается дефицит научных и инженерных специалистов. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, цитирует телеграм-канал The Moscow Times. Российская Федерация пропала из списка ведущих научных держав мира еще 30 лет назад, говорят эксперты. Попытки модернизировать российскую науку провалились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Достижения предыдущих лет были окончательно перечеркнуты. Наука современная в некотором смысле это производство, и мы очень сильно зависим от реагентов, от информации, от оборудования, от возможности обмениваться материалами с коллегами и от возможности общаться с западными коллегами, ездить на конференции и так далее и тому подобное. Вот это все, что казалось бы не является прямым объектом санкций, оказывается абсолютно необходимым для нашей работы, и все это очень сильно страдает в новых условиях. Санкции Европы и США в отношении государства-агрессора сделали фактически невозможным развитие науки Федерации. Российские ученые исключены из международного научного процесса. Страна утратила доступ к современным методам исследования и технологиям, к иностранному оборудованию. Массовая миграция довершила дело. В качестве мотивов отъезда ученых за границу после начала войны один из побеседовавших с нами на условиях анонимности ученых называет не только опасение репрессии или гражданскую позицию, но и чистую прагматику. В условиях санкций гораздо сложнее заниматься наукой, участвовать в международных коллаборациях, публиковаться в научных журналах, получать доступ к оборудованию, пишет издание «Новая газета Европа». По мнению профессора Израильского университета Технеон Якова Красика, сейчас происходит самая быстрая массовая утечка мозгов из России с начала 90-х. Российские ученые стоят перед выбором – эмигрировать, остаться и поддерживать режим или же быть репрессированными за свою гражданскую позицию. Все ребята, которые ученые, будем говорить, которые в течение 20 лет активно сотрудничали с Западом, имели контракты, ездили на конференции, знаем, как уже западный мир живет. И точно так же Запад, который понимал, что Россия была, Россия уже не Советский Союз, был на пути, ну будем говорить, демократическому или более-менее свободному обществу, когда есть интернет, радио, телевидение, ватсапы и все мессенджеры, и люди ездили, они все знают. Я не буду общаться, не то что обсуждать или там работать совместно, просто не буду общаться с теми людьми, учеными из России, которые поддерживают или даже оправдывают эту войну. По подсчетам журналистов, издание «Новая газета Европа» за два года полномасштабной войны России против Украины из Федерации уехали около двух с половиной тысяч ученых. Наибольший отток научных сотрудников ощутили столичные университеты, такие как МГУ, Сколково и Московский физико-технический институт. Правительство Финляндии продлило срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Пограничные пункты не будут работать по меньшей мере до 14 апреля, пишут местные СМИ. Ограничения обоснованы тем, что Российская Федерация намеренно провоцирует наплыв просителей убежища из Центральной Азии и Ближнего Востока. Закрыть все погранпереходы на российской границе Финляндии решила еще 30 ноября прошлого года на фоне прибытия большого количества числа нелегальных мигрантов со стороны России. Польша намерена уплотнить ограждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марчин Кервинский. Он отметил, что хоть граница и, цитирую, недырявая, как решетон, но в то же время свою функцию выполняет недостаточно качественно. Ранее говорили, что ни один нелегальный иммигрант не пересечет забор на границе. Впоследствии выяснилось, что таких переходов очень много. Мы попытаемся изменить это с помощью специальных зажимов. Мы, безусловно, захотим обогатить этот барьер большим количеством электронных элементов, большим количеством датчиков движения, чтобы дать пограничникам время прибыть, если этот барьер будет сломан. Марчин Кервинский, министр внутренних дел Польши, в комментарии РМФ24. Европейский Союз предлагает ввести ограничения против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках очередного пакета санкций в отношении России. С действующими документами ознакомились журналисты издания «Блумберг». Сообщается, что новые ограничения объявят в годовщине вторжения РФ в Украину. Они коснутся фирм, занимающихся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники для российской военной машины. Новый пакет санкций также нацелен на судоходные компании, которые обеспечивают транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. КНДР предоставила Российской Федерации сотни тысяч артиллерийских снарядов. Из публикации издания «Блумберг». Тем временем представители российского бизнеса массово жалуются на проблемы с зарубежными платежами. В начале января турецкие банки практически полностью прекратили принимать переводы из России. А с 1 февраля аналогичная ситуация возникла и с китайскими банками. Что же происходит в действительности и как это связано с санкциями, детальнее расскажем в материале. Спустя почти два года полномасштабной войной Турция и Китай прочно закрепили за собой статус главных торговых партнеров страны-агрессора России. Пока Запад вводит все новые санкции и ужесточает контроль за соблюдением предыдущих, российский бизнес учится их обходить. И не без помощи Анкары и Пекина. В новом году, однако, события складываются совсем не в пользу россиян. Платежи в Турцию и Китай не проходят. Банки прекращают принимать переводы. Российский бизнес забил тревогу. Подобные проблемы наблюдались еще летом 2023-го, но существенно изменилась ситуация только сейчас. Причиной стало подписание президентом США Джо Байденом указа о вторичных санкциях по отношению к банкам и компаниям, нарушающим ограничения. Именно поэтому китайские и турецкие банки стали замораживать платежи из России и в Россию. Под угрозой оказался ключевой канал поставок из Турции параллельного импорта, в том числе товаров двойного назначения. Китайские поставщики массово отказываются принимать юани из России. Если идут на риск, то после долгих и тщательных проверок. При желании Вашингтон может отрезать от долларовой системы любую компанию, поэтому, выбирая между российскими и другими клиентами, банки предпочитают сохранить основной бизнес. Согласно исследованию Financial Times, ввоз через Турцию 45 групп товаров, которые используются российскими оружейниками, вырос втрое с началом большой войны. Новые ограничения Вашингтона призваны перекрыть пути для такого сотрудничества. Помимо того, китайские банки больше не могут предоставлять какие-либо финансовые услуги военному сектору России, независимо от валюты, операций или места проведения сделок. Перед Кремлем снова, как и в феврале 2022-го, встает непростой вопрос о поиске новых посредников. Правозащитные организации опубликовали расследование, посвященное тому, как весной 2022 года российские войска захватывали Мариуполь. Авторы предполагают, что к военным преступлениям причастны, в частности, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров, Адам Делихманов и Денис Пушилин. Также они пришли к выводу, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате боев, бомбежек и обстрелов Мариуполя федерация разрушила более 90% домов. При этом в городе погибли не менее 8 тысяч человек. Расследователи отмечают, что это минимальная оценка. И, скорее всего, реальные цифры намного выше. Правозащитники и следователи опросили 240 человек, проживавших в Мариуполе во время блокады города и его захвата армией России. А также изучили спутниковые снимки, фото и видеоматериалы. Они подчеркивают, что многие жители, которые сейчас остаются во временно оккупированном Мариуполе, не могут говорить о своем опыте, так как это подвергает их большому риску репрессий. Тем временем российская армия в ночь на 8 февраля снова атаковала Одесскую область боевыми беспилотниками. В результате в Одессе обломки БПЛА типа шахет нанесли повреждения гражданской инфраструктуре. Без окон осталась недостроенная многоэтажка, разбита крыша и перекрытие учебного заведения. Во время повторного взрыва пострадали два человека. Это сотрудники патрульной полиции, которые ехали на место удара. Мы видели, что заходили шахеты с моря. Заходили они с полностью поднятым прицелом на прибрежную и припортовую инфраструктуру. Над морем было уничтожено пять шахедов в Одесской области, три – в Николаевской. Соединенные Штаты атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил страны. Ведомстве уточнили, что удары были превентивными и пришлись по ракетам, которые представляли угрозу для кораблей ВМС США и торговых судов в Красном море. О своем желании присоединиться к операциям Соединенных Штатов против поддерживаемых ираном хуситов заявила и Швеция. Главная задача – обеспечить защиту гражданского судоходства от неизбирательных атак хуситов, которые ставят под угрозу жизненно важные части мировой торговли. Мы несем общую ответственность с нашими странами-партнерами. Тобиас Биллистрэм – министр иностранных дел Швеции в комментарии телеканалу SVT. Скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон может попасть в списки санкций Европейского Союза за интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишут американские СМИ. Это первое интервью российского президента западному журналисту с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Чем известен Такер Карлсон и почему его так любят в Кремле – расскажем детально в сюжете. Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон на своей странице в соцсети X 7 февраля написал, что находится в Москве и хочет взять интервью у российского диктатора Владимира Путина. По его словам, интервью покажут в неотредактированном виде на его сайте и в соцсети. Очевидно, что проведение такого интервью связано с определенными рисками, так что мы тщательно обдумывали это в течение многих месяцев. Карлсон заявил, что он как журналист обязан информировать людей. При этом американского ведущего неоднократно уличали в распространении кремлевских фейков и российской пропаганды. Он называет войну России против Украины конфликтом, не скрывает своей антипатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и симпатии к Путину. А еще обвиняет американские СМИ в коррупции из-за того, что они не горят желанием говорить с главой Кремля. «Это абсурд. Мы постоянно просим об интервью с Путиным. Мы это делаем уже много лет». Кристиан Аманпур, журналист телекомпании CNN. На вершину популярности в США Карлсон взлетел, когда стал звездой телеканала «Фокс». Там он вел вечернее политическое телешоу. Но в 2023-м Такера Карлсона уволили. Американские СМИ писали, что причиной стал иск из-за его репортажа о захвате сторонниками Трампа Капитолия. А еще из-за того, что он распространял ложные утверждения о якобы фальсификациях на выборах президента США. Карлсон давно поддерживает Дональда Трампа. Тот, в свою очередь, недавно заявил, что рассматривает телеведущего как потенциального партнера и даже вице-президента. Если, конечно, победит на предстоящих выборах. Такер Карлсон – это шоумен от политики. Профессиональный медийный провокатор. Ничего общего с журналистикой не имел и не имеет ни во время работы на Fox News. Мы видим, что он полностью отрабатывает предвыборные темники штаба Трампа, фактически выступая сливным бочком для наиболее резонансной и грязной информационной кампании. Параллельно с этим, конечно же, заигрывание происходит с российскими нарративами. Это дает ему дополнительные узнаваемости. Кремлевские пропагандисты называют Карлсона честным журналистом. За последнюю неделю российские государственные СМИ цитировали его примерно 2000 раз. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что российский президент решил дать интервью Карлсону, потому что у него позиция, которая отличается от остальных западных СМИ. Это интервью – элемент гибридной войны против демократии, заявила депутат Европарламента Расса Югнявичине. Это пример того, как Путин успешно играет с этой гибридной войной, пытаясь использовать наши демократии в качестве инструмента против демократии. Много лет назад, почти сто лет назад, в 30-е годы, произошло почти такое же событие с журналистом из США Вальтером Дюранти, который брал интервью у Сталина. В Москве интервью с Карлсоном необходимо не только для того, чтобы дезинформировать зрителей во всем мире, но и в первую очередь, чтобы продемонстрировать россиянам, что Путин все еще интересен для западных медиа. А лояльную риторику Такер Карлсон ему обеспечит. Все важные события вы можете найти на нашем телеграм-канале, на который предлагаем подписаться прямо сейчас с помощью QR-кода, который вы видите на ваших экранах. Это были важные новости сегодняшнего дня. Оставайтесь с Фридом. Далее продолжим анализ текущих событий с нашими коллегами. Оставайтесь с нами еще раз. Спасибо вам за доверие. Продолжение следует...